Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины, с нами на связи. Приветствуем вас, рады видеть. Здравствуйте. Доброго вечера, приветствую. Юрий, давайте тогда продолжение. Действительно, я цитирую вас, опять же, извините за тавтологию. Вас процитирую, напомню нашим зрителям. Черный цвет, понятно почему, это усложняет работу противовоздушной обороны, именно визуальную привязку к цели мобильных огневых групп. Это ваши комментарии. Сегодня вам довелось много давать комментариев по поводу происходящего ночью. И вот эта перекраска в черный цвет и покрывание карбоном, то, что сейчас использует Российская Федерация в вопросе дронов. Но мы уже это знаем. Об этом знают вооруженные силы Украины, об этом знают воздушные силы Украины. Я хочу вас спросить, вот это знание определенным образом сегодня может уже сейчас помочь силам противовоздушной обороны, воздушным силам Украины, противодействовать этим шахедам, которые сейчас перекрашивает Российская Федерация. Либо же тут еще, извините, что так говорю, но возможно необходимо еще несколько раз пройти определенного характера и похожие атаки со стороны России для того, чтобы, возможно, каким-то образом, ну скажем так, усилить работу воздушных сил Украины. Ну, во-первых, знание – это сила. Знания дают возможность развиваться и понимать, что происходит. Нужно, чтобы специалисты, которые нашли эти обломки, не нужно, они уже это делают, несомненно. Во-первых, это там специальные отряды национальной полиции, которые описывают вот эти все преступления российские, берут обломки, дают специальные центры для изучения. Это, ну, предварительная информация, конечно, что это карбон, там, ну, краска, понятно, черная или же карбон черный, неважно. Важно в том, что вот по факту мы увидели на фото, вот, сколько было таких изделий, тоже неясно на сегодняшний день. То есть, может быть, единичные экземпляры, такие тестовые варианты, скажем так. Поэтому надо дождаться все-таки, чтобы специалисты прокомментировали, кто, ну, что воздушные силы, ну, наша задача сбивать, а те, кто уже внизу, они уже будут находить обломки и использовать, исследовать их в лабораторных условиях. Поэтому, конечно же, это будет усложнять работу, ну, как иначе, ну, враг, мы, как и враг, все учатся на войне использовать штатное вооружение, модернизировать его, даже автомат Калашникова, если вы видели бойцов на передовой. Ну, существенных изменений, постоянно зазнаея, кто каждый крест, да, постоянно дают ему новые, там, прицельный комплекс, там, магазины, так далее, цевьё, рукоятки, всё для того, чтобы работало, оно более эффективно и эргономично смотрелось бойца там в руках. Вот таким образом все типы вооружения усовершенствуются. Вот противник видит, понимает, что не досягает своих целей. Вот шахедами, потому что многие сбиваются, ну, на тех направлениях основных, да, потому что многие прилетают, потому что, к сожалению, будем говорить правду, что цель сложная, ну, и Украина большая, нет возможности перекрыть все потенциальные их маршруты. Ну, поэтому противник будет использовать и такие вещи. Далее хотелось бы всё-таки слова командующего вспомнить и утренние, да, где он похвалил, именно подчеркнул и похвалил работу мобильных обедневых групп, которые сегодня до 40% уничтожили шахедов. Именно им будет усложняться работа по сбитию, потому что им нужна, как минимум, визуальная привязка к цели. Вот, поэтому мобилки сегодня отработали хорошо. На них мы большие надежды ставим перед ними большие задачи, потому что их вооружение позволяет сбивать некоторые проценты этих шахедов и позволяет тем самым экономить нам зенитные управляемые ракеты, которые предназначили для сбития крылатых ракет и для сдерживания российской авиации. Потому что мы понимаем, что достать российский самолет могут только ПВО большого радиуса действия. То есть те же «Патриоты», «Насомс», «Айрис», то, что у нас есть на вооружении сегодня, ну, «Бук-М1», «С-300», понятно. Ну, поэтому наращиваем малое ППО, коим являются и мобильные обедневые группы, и ППО сухопутных войск. И ждём, конечно же, гепардов побольше. Это то, что работает самым эффективным образом. Гепарда немецкий, немецкое качество, хоть он и старый, ну, как бы старый, устаревший, скажем так, на базе танка, на гусеничной основе, он может передвигаться в любой, двигаться в любой местности, ну, и эффективно сбивать в автоматическом режиме, одной очередью сбивать и ракеты-карлатые, и шахеды. Юрий, понимаю, что у нас немного своими времени, но всё же, да, не могу не спросить, а что нам известно о готовности Российской Федерации, возможно, о количестве, да, о каком-то качественном показателе, который говорит о готовности Российской Федерации применять и ракетное вооружение, разного типа, будь то баллистика или же крылатый? Ну, были сегодня моменты применения, не знаю, там сейчас местные власти будут разбираться, что это была баллистика или там зенитные ракеты, ну, мы должны готовиться к таким вариантам. Вот сегодня и глава фонда, поверный живым Тарасчему, тоже сделал пост такой серьёзный, который настораживает, который, может быть, даже пугает кого-то, 700 тысяч шахедов, 700, от 700 до 1000, может изготовлять и получать, это сумма, вот, изготовлять и получать, может, до 1000, скажем так, в месяц, это, ну, такие, такая серьёзная цифра, которая заставляет задуматься. Ну, также крылатых ракет, которые они продолжают изготовлять. Мы уже три месяца не видим таких ракетных ударов, как были у нас летом, осенью противник уменьшил количество применений, как количество применений именно крылатых ракет воздушного, наземного и морского базирования. Ну, очевидно, что им нужно какой-то запас накопить для того, чтобы угрожать нам, и для того, чтобы, возможно, потенциально наносить удары. Стало холоднее в Украине, нагрузка на организм систему больше, поэтому возможны провокации врага. Вот сегодня была вот такая атака, 75, рекордная. Напомню, что 45 шахедов было сбито новогоднюю ночь, вот, фактически меньше года назад чуть-чуть, да, и это уже новый рекорд по применению шахедов. Поэтому нам нужно всем готовиться, нужно понимать, что зима может быть непростой, готовиться и нашим энергетикам, и противовоздушной обороне, понимать это нашим партнерам, был Рамштайн, я думаю, что эти вопросы все поднимались по полной программе. Ну, и людям, людям готовиться тоже знать, что делать в любой ситуации, иметь тревожный чемодан обязательно с медикаментами, с предметами первой необходимости, для того, чтобы в здравом уме отреагировать на ту ситуацию. Ну, и, конечно же, запостить, у кого есть какими-то электрическими приборами, аккумуляторами, для того, чтобы как-то отключение света переживать повеселее, скажем так. Юрий, спасибо вам большое за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.